Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья, вы на моем канале о вязании. Решила начать снимать влог, давно не снимала влоги, буду показывать в течение нескольких дней, пока не знаю, 2-3 дня поснимаю в течение дня, допустим, то, что я вяжу, продвижение, что начинаю, какие у меня мысли по определенным процессам. В общем, как обычно раньше, влоговое видео, я помню, очень хорошо набирали просмотры у меня на канале, нравились. Решила попробовать снова такой формат. Досмотрите видео и напишите в комментариях, нравится, нет вам такой формат съемок. Либо просто, как я обзорные видео выкладываю на канале, снимаю то, что у меня навязалось за определенный период. Кому какой формат больше нравится, будет интересно почитать. Итак, давайте начнем. Сегодня у нас вторник, 12 сентября, сейчас утро, я начинаю съемку мастер-класса по мужским следкам. Очень многие ждут этот мастер-класс, поэтому решила начать с него. Точнее, девочки, я уже начала снимать, рассказала все расчеты, как я делаю, сколько петель здесь нужно набрать на определенные размеры. По пряжи все, в общем, всю эту информацию важную уже дала и связала резиночку. Теперь буду продолжать вывязывать дальше и снимать мастер-класс для вас. Начиная утро с этого процесса, дальше в течение дня буду показывать, какие у меня продвижения и что еще новенького я буду вязать. Есть у меня еще две задумочки, там такие несложные процессы, но в то же время они для меня сейчас важны и нужно будет быстро их связать. Все буду вам показывать. Ну, как говорится, начало положено. Провязала я пяточку, все это сняла на камеру. Сейчас мне нужно будет поднять здесь петли и все, и выйду на круговое вязание, буду вот эту часть вывязывать вечером. Это оставлю на вечернюю работу свою. Так, по следочкам это все, что мне сейчас удалось повязать. Теперь обещала вам показать, что еще буду начинать вязать. Мне нужно срочно начать вязать деткам своим снуды. Снуд-чулок. Такой снуд я вязала дочи своей в прошлом году, к комплекту, к шапочке. Постараюсь сейчас фотографию найти. То есть, это тоненький снуд, вяжется на тонких спицах резинкой. Не помню уже резинкой какой я вязала. Три на один или два на один, нужно будет посмотреть. Хорошо облегает горло. И сейчас вот на осень холодную просто незаменимая вещь. Зимние снуды толстые, это будут впереди у меня. Сейчас мне именно надо на осень. У нас ожидается бабье лето, пока холодно еще, но вроде как прогнозируют дни 10 тепла. Как раз у меня есть время подготовиться. И уже к холоду, чтобы у меня эти снудики были готовы. У дочи связана вот такая вот шапочка. Для этой шапки буду вязать снуд из Валенсии от Сиам. 75 номер цвета, 55% мериносовая шерсть, 45% акрил, в 50 граммах, 125 метров. Шапочку вязала в две нити, толстенькую. Снуд буду вязать в одну ниточку на тонких спицах, как уже сказала. Очень классные получаются снуды за счет того, что он связан резинкой на тонких спицах. И не топорщица полностью хорошо закрывает и шею, и подбородок. Нигде ничего не поддувает. Поэтому я вот такие снудики полюбила. И на такой переходный период, так скажем, до зимы, на осенний. Просто великолепные. Буду вязать сыну. Тоже буду вязать снуд. Такой же, только из пряжи. Сапфир от Вита. Вот такой моточек нашла. Это темно-синий цвет. У него шапка черная. Но под курточкой, думаю, сильно не будет видно, отличаться. Черную не нашла. У меня, по-моему, нету сапфира черного цвета. Еще поищу, но не смогла найти. Поэтому решила взять вот такой темный оттеночек. 45% шерсть ластер, 55% акрил, в 100 граммах, 250 метров. То есть, получается метраж такой же. Расчеты буду делать одинаковые. И вязать либо на 2,5, либо на тройки. Надо будет посмотреть в том году, на каких спицах вязала дочи снуд. Мне очень он понравился в комплекте. И вот буду что-нибудь подобное вязать. Номер цвета 1533 здесь. Это планирую сегодня. Хотя бы один из снудов начать вязать. И буду вам в процессе тоже показывать. Информацию во влоге буду вам всю проговаривать. Возможно, кому-то тоже пригодится. По петлям, по спицам. Сколько буду набирать. И каким узором вязать. И все это буду вам показывать. Вот. На сегодня у меня еще вот такое задание. Это нужно начать вязать. Чуть позже вам покажу продвижение. В планах вообще сегодня у меня сходить на дачу. Детей в обед после школы заберу. И нужно будет на даче кое-какие дела поделать. Но у нас стоит дождь по прогнозу в обед. Поэтому, если все-таки погода будет хорошая, приду с дачи и продолжу вязание. Все вам буду, конечно же, в походу показывать. И вот, что у меня уже на спицах. Начала вязать снуд. Вот такой снуд-чулок. Для дочи решила первый вязать. Здесь у нас идет, получается, резинка 3х2. Вот он получается тоненький. И очень хорошо будет на шейке сидеть. И на подбородке. Вяжу на спицах номер 2,5. Хотела сначала на тройке. Но потом решила на 2,5. И все-таки они сюда лучше подходят. Он более такой стабильный получается. Теперь давайте по расчетам вам расскажу. Сразу. Так, смотрите. Я беру вот эту вот ширину. 23 см. Когда зимние снудики я вяжу, я беру 25 см. Но здесь мне нужно, чтобы он был более такой плотный. И он все-таки на осень и весну предполагается носить. Будем под низ, под корточку. Поэтому беру 23 см. Умножаю на плотность вязания 2 и 1 петли. То есть у меня вот здесь в 10 см получилось 21 петля. В 1 см 2 и 1 петли. Все. Это мы перемножаем. Получила число. Это у нас только половина. Вот эта часть. Мы умножаем на 2. На 2 части. Снут. Понятно это. Получила 96,6. Обычно отнимаю 5%. Ну, что все-таки это вязаное полотно. Оно растягивается. Поэтому отнимаю 5%. Получилось 91,7. Раппорт резинки составляет 5 петель. То есть число мое должно быть кратно 5. Я все-таки решила добавить. И взяла 95 петель. Это число делится на 5. И плюс 1 для замыкания в круг. То есть я набрала 96 петель. Замкнула вязание в круг. И пошла вязать резиночку. 3 лицевые, 2 изнаночные. 3 лицевые, 2 изнаночные по кругу. И все. И вот такой вот у меня снудик получается. Вяжется. По высоте здесь регулируйте самостоятельно. Какую высоту вы хотите. Можно сделать с отворотом. Как я дочи в том году делала. По длине связала. И потом делала отворот на шейке. Можно. То есть когда тепло. Мы делали отворот. Носили вот так. Когда холодно. Я разворачивала. И закрывала полностью ей подбородок. Когда ветер допустим сильный дует. Удобно. Ну вот так вот вяжется. Так девочки. Я все-таки нашла черный цвет. Тоже сапфир. У меня оказывается 5 моточков есть. Брала на теплый снуд. На зиму. Либо сыну буду вязать. Либо старшей дочери. Она у меня снуды тоже черные теплые носит зимой. Посмотрю. 4 моточка оставила. И один взяла. Сейчас вот для тонкого снуда. Буду вязать полностью по этим же расчетам. Доча свяжу. Буду вязать сыночку. Черный номер цвета. Это 1502. Пряжа эта очень нравится. Сразу хочу сказать по колкости. Она абсолютно не колючая. Вот совершенно мягенькая. Приятная. Очень хорошо в резиночке себя проявляет. Держит резинку. Поэтому для вот таких снудов просто потрясающая пряжа. И эта пряжа тоже очень мягкая. Абсолютно не колючая. Поэтому для снудов, чтобы носить прям на подбородок, на шею, под низ, под курточки. Вот эта пряжа и та, и та подходит идеально. Не колется. Поэтому если что, присмотритесь. Ну что, сейчас у меня в планах побежать в школу. Надо забрать детей. А они у меня учатся пока до 11. Первый класс. Заберу детей. Потом мне надо сбегать на дачу ненадолго с мамой. Привезем, наверное, мы сегодня свеклу, помидоры, перцы. В общем, все для борщевой заправки. На завтра, на утро у меня планируется заготовка борщевой заправки. И потом уже в свободное время еще повяжу. Покажу вам продвижение до ужина, наверное, что я еще успею повязать. И может быть еще вечером подключусь. Но буду по ходу уже смотреть, как у меня тут будет по времени получаться. Сейчас отключаюсь и буквально через секундочку будет продолжение. Прибежали с дачи. Прогнал нас дождик. Но успели хоть все овощи собрать для борщевой заправки. И я хорошо повязала. Вязала я комбинезончик. То есть я сейчас вязала вот тело. Снимаю на окошке. Девочки, прям потемнело сильно на улице. Но надеюсь, что будет вам видно все. Так, что выгоняю здесь дальше тело. Я уже довязала сейчас до разделения ножек. Буду тут сейчас соединять это место. И дальше. Но это нужно снимать на камеру. Это теперь уже когда будет на улице солнышко. Чтобы можно было съемку продолжить. Возможно, завтра займусь этим. Ну, вот так вот получается. Мне написали, что грубовато смотрится в две нити. Но я этот комбинезончик хочу теплый. В одну нить все-таки будет тонкий. И сейчас вот он абсолютно непрактичный. Получается нормальное, на мой взгляд, полотно. Тем более после стирки все разгладится. Станет полотно мягче, более пластичное, эластичное. Поэтому я думаю, будет все нормально. Тепленький, хороший, мягкий, комфортный. Ну, нормально будет сейчас вот на холодную осень. Вот такой вот комбинезончик. Самый раз. На сегодня уже съемки заканчиваю. Вечером, конечно, буду дальше вязать, продолжать процессы. Это я вам все завтра покажу, что мне удастся повязать. А сейчас пойду готовить ужин. И если интересно, тоже кусочек вставлю вам. Мы все-таки все девочки готовим. Кухня это наша вторая жизнь. Поэтому, возможно, интересно вам будет. Вставлю, что у меня сегодня на ужин, что я готовлю. И увидимся теперь уже завтра. Сейчас мне нужно приготовить ужин. Хочу поделиться, что у меня сегодня. Это перчики наши. У нас очень холодная осень, поэтому перцы все собрали зелеными практически. И они у меня в домике, в огороде лежат, потихоньку спеют. Ну, либо вот техническая вот такая спелость. Я уже приношу домой помаленьку. И готовим. Нафаршировала. Вот такие перчики. Зажарка тоже тут полностью. Все свое. И помидорки, и лук, морковочка. Лаврушечку добавила. Специи. И сейчас в духовку. Вот такие черрики у нас в этом году. Очень вкусные розовые черри. Если найду название, я вам подпишу на экране. Очень классные черри. На следующий год будем садить зела семена. Вот такая вкуснятинка получилась. Здесь сварила картошечки. И сейчас будем ужинать. Еще раз всем здравствуйте. У нас уже следующий день. Время 2 часа. Только освободилась. Делали, как говорила, борщевую заправку с мамой. Все утро провозились. А я сейчас хочу вам показать, что мне удалось повязать вчера вечером. Я довязала снуд для дочи. Вот такой он получился. Вот так выглядит снуд-чулок. Все готов. Мне осталось только постирать. И у меня готов комплект. Вот такой комплект для дочи. Связала. Так. Я вам давайте оставлю ссылочку под видео. На видео, где я рассказывала подробно, как вязала похожую шапку. Там единственная была другая пряжа. Ну, принцип весь. Там я показывала, рассказывала. И снуд-чулок тоже там очень подробно. Я все рассказала конкретно, как вязала, как закрывала, показывала, как закрыть эластичным закрытием. Низ. Все там в том видео есть. Можете пройти, посмотреть, если кому интересно. У меня от шапочки оставалось два вот таких моточка. Я один решила как раз на снуд израсходовать. И не привязывать уже другую ниточку. Боялась, конечно, что не хватит по высоте. Но, в принципе, получилось так же. 21 сантиметр в высоту. Этого вполне достаточно. Что показывает уже практика на прошлом снуде. И по расходу давайте сейчас скажу, сколько у меня снуд получился. 42 грамма. У меня ушло вот на такой снудик. Он, в принципе, подходит на любой возраст. Поскольку он вот такой вот узкий. Резинкой связан. Но тянется великолепно. Вот видите. Можно связать на любой возраст. Вот на осень очень удачный вариант. Все. Сегодня буду стирать. И у меня уже комплект будет готов. Чему я, конечно же, очень рада. А по следочкам. Не удалось вчера мне их повязать, продвинуть. Не хватило времени вечером. Поэтому сейчас этим займусь. Буду вязать следочек. Конечно, в планах сегодня я хотела еще и следки довязать. Но посмотрим. Не буду забегать вперед. Чуть позже вам покажу, сколько удастся провязать. И, наверное, на сегодня влог буду заканчивать. Чтобы не получился сильно большим, громоздким. И буду приступать уже к следующим съемкам. Ну что, показываю, что мне удалось провязать. Не закончила я следочек. Не успела немножко. Появились неотложные дела. Как это часто бывает. Поэтому немножко провязала. Еще нужно до мыска довязать. Сегодня вечером этим займусь. И завтра уже сниму закрытие на камеру. И постараюсь, наверное, в выходные, я думаю, выложить мастер-класс на канале. Вот. Кто ждал, скоро будет. А сейчас у нас уже время ближе к вечеру. Нужно идти готовить ужин. Поэтому вязать буду вечером. И, конечно же, в следующем влоге буду вам показывать все свои продвижения. Ну и что новенького начну вязать. На этом буду заканчивать. Надеюсь, что влог вам понравился. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Конечно же, подписывайтесь на мои дополнительные соцсети. Ссылочки внизу в инфобоксе под видео. Очень скоро с вами вновь увидимся. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok